Националистка, которая за свои высказывания не единожды попадала в суд. Она не отрицает свои теплые отношения с Путиным, но осудила его за войну в Украине. Ее партия получала кредиты от российских банков, но она отрицает влияние Кремля на свои решения. Она уже дважды баллотировалась на пост президента Франции, но именно в этом году у нее наибольшие шансы. Мэрин Липен вышла во второй тур с Эммануэлем Макроном. А что будет, если она победит? Франция выйдет из НАТО и ЕС? Давайте разберемся. В подготовке этого материала я использовал открытые источники, ссылки на которые мне предоставил телеграм-каналы на СМИ Украина. Там публикуются переводы статей мировых медиа в оперативном режиме. Ссылка на канал в описании видео. Я Сергей Мамаев, редактор и журналист с 25-летним опытом. Поскольку в России и Беларуси тотальная цензура, отправьте это видео своим знакомым, пусть знают правду. Подпишитесь на мой канал прямо сейчас, а также лайкните это видео, чтобы Ютуб чаще предлагал его к просмотру. 23 марта 2022 года. К этому моменту прошел уже практически месяц со дня нападения России на Украину. Ситуация крайне тяжелая. Чернигов и Мариуполь окружены и ежедневно обстреливаются. Регулярно бомбят Харьков, Сумы, Николаев. Российские войска стремятся окружить Киев, продвигаясь в трех направлений. 15.00 по парижскому времени. Президент Зеленский обращается к французскому парламенту, говорит о чудовищных преступлениях России в Украине. Зеленский просит помощи, усиления санкций и ухода французских компаний с российского рынка. Его провожают аплодисментами. Но кандидат в президенты Франции номер два, депутат парламента Марин Липен, это заседание игнорирует. Еще до выступления она говорит СМИ, что не считает необходимым демонстрировать свою поддержку Зеленскому и ссылается на предварительные обязательства, которые были взяты давно. Марин Липен родилась в небольшом французском городе Нейри-Сюрсен в семье французского политика-националиста Жанна-Мари Липена. Юрист по образованию, дважды разведена, мать троих детей. В январе 2011 года была избрана на пост руководителя Национального фронта, ультраправой партии, которую в течение 38 лет возглавлял ее отец. При этом его, Жанна-Мари Липена, в 2015 году со скандалом исключают из партии после заявления о том, что Холокост был незначительной исторической деталью. Сама Мари Липен в том же 2015 году привлекалась к суду за сравнение уличных молитв мусульман во Франции с оккупацией времен Второй мировой войны. В 2017 году Липен во второй раз выдвигает свою кандидатуру на пост президента Франции. Пять годами ранее она уже баллотировалась в президенты и заняла третье место. Липен заявляет, что аннексия Крыма России не является незаконной и что в случае победы на выборах президента Франции признает оккупированный полуостров российским. В мае 2017 во втором туре Липен проигрывает Эммануэлю Макрону с результатом 33% против 66%. И вот ситуация повторяется. По результатам вчерашнего голосования Липен снова встретится с Макроном во втором туре, но в 2022 году у него гораздо больше шансов стать президентом Франции. Далее мы поговорим о кредитах российских банков на проведение избирательной кампании Липен, о ее теплых отношениях с Путиным и о том, какой будет Франция в случае победы Липен. И чего ждать Украине? Поддержите Блог финансово, это позволит нам лучше продвигать правду среди россиян и белорусов. Ссылка на патреон в описании видео. И не забудьте лайкнуть это видео и подписаться на этот канал, так больше людей будет знать правду. С начала вторжения России в Украину Мэри Липен практически не комментирует войну. В ее предвыборной программе, которая доступна до сих пор в интернете, фото Липен с мировыми лидерами, один из которых Владимир Путин. Россия давно поддерживает ультраправое движение в Европе, поскольку Путину выгодно именно националистические идеи, выход или как минимум ограничение участия в единой Европе, закрытие границ, ксенофобия и религиозная нетерпимость. И Липен яркий представитель таких взглядов. А Путин это ценит. В преддверии выборов 2017 года Липен прилетает в Москву. Президент России Владимир Путин принял в Кремле кандидата в президенты Франции, лидера партии Национальный фронт Марин Липен. При этом мы стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события. Но еще раньше, в 2014 году из-за российского и антисемитского прошлого Национального фронта французские банки отказываются давать партии деньги. Поэтому Марин Липен вынуждена искать возможное финансирование в других местах и получает кредиты от российских банков на сумму 11 миллионов евро. Интересно, что один из кредитов на 9 миллионов евро был выделен небольшим первым чешско-российским банком, по данным СМИ, имеющим связи с Кремлем. Марин Липен утверждает, что на ее решение никогда не влияли российские деньги. Однако позже стало известно, что Национальный фронт обращался за одним кредитом еще раз к России уже в 2016 году. Липен заявляла о желании посетить оккупированный Крым. Но в конечном итоге Крым приехал к ней, во Францию. Вот фото за декабрь 2018, на котором зафиксирована ее встреча с делегацией оргкомитета 5-го Ялтинского международного экономического форума. Буквально за несколько дней до начала войны, в феврале 2022 года, Липен заявила, что не верит в нападение России. После вторжения, Липен сказала французским СМИ, что война частично изменила ее мнение о российском президенте. Да, это авторитарный режим, исторически и культурно. Даже если мы судим об этом по нашим западным нормам, которые не являются российскими нормами. Она добавила, что вторжение в Украину было явным нарушением международного права и абсолютно неоправданным. Французские медиа отмечают, что Мари Липен стала очень осторожной в выражениях. Например, она заявила, что выступает за прием военных беженцев из Украины. Французы щедры и дружелюбны, сказала она, но добавила, что Франция страна для французов. В случае победы Францию, возможно, ждет радикальный разворот. Наблюдатели говорят о выходе Франции из НАТО и даже о Фрэкзиде, возможном выходе из ЕС, что, безусловно, сильно ударит по Европейскому Союзу и может спровоцировать последствия, которые сложно спрогнозировать. Но победа Липен отнюдь не гарантирована. Французская пресса пишет о интересной тенденции. Каждый раз, как избиратели во Франции чувствуют, что правые и ультраправые могут победить, на избирательные участки приходит большее количество их противников и победа от Липен ускользает. Будет ли так в этом году, узнаем уже буквально через две недели. Подписывайтесь на канал и на СМИ Украина, ссылка в описании. Лайкните это видео, отправьте ссылку знакомым в Россию и Беларусь. Пусть знают, что происходит на самом деле. Вы можете поддержать блог на патреоне, ссылка в описании видео. Я Сергей Мамаев, слава Украине! Продолжение следует...